Тряное горе Прокопий Веденеевич сотворил изгальство в доме твоем, Господи, в разумиме, Господи, в деянии твоем, в слове твоем. Шумно передохнул, одернул рубаху под льняным поясом, повернулся к сыну. Сказывай, шалопутный, где бывал? Кто надоумил тебя, несмышленыша, свершить пакостное святотатство в Маленной горнице? Сам того умыслить не мог, сказывай. Пружиня голос, сын ответил с запинкой. Где был известно, господин урядник сообщил. В депо работал, год учеником, год подручным, а потом кузнецом. Арестовали за участие в сходке мастеровых. В школе учился в воскресной, в тюрьму потом посадили. Про арест в тюрьму, потом будет разговор. Про святотатство реки Грю. Сын шумно вздохнул, но молчание. Говори, Грю, кто надоумил чудотворную икону порубить? Никто, сам, врешь, шалопутный. С каторжанином-зыряном, про что разговор вел, сказывай. В десять-то годов, отрок все помнит, сказывай. В ответ молчание. Пороть, пороть надо, подсказал урядник. Вы же, Прокопий Веденеевич, праведной веры держитесь. За порубку икон особливо вложить память, чтобы вовек не забыл. Позовем в сборню и, как по воле родителя, через родительское дозволение положить на скамейку и всыпать. Вложим памяти, как и должно, чтобы держал себя в дозволенных линиях. И я помогу, потому за святотатство. На щеках Тимохи перекатились крутые желваки. Синим огнем вспыхнули отчаянные глаза. Пороть, пороть, рычал урядник. Погоди уже, служивое чадо мое, мне и толк вести, урезонил старик. Мир мне ни к чему, сам в силе. С тремя такими совладаю. Господь Бог повелел прощать грешников. До семи ж до семидесяти раз сказано в Писании. За несмышление прощаю. Про дальнейшее Бог скажет, как поступить. Обескураженный урядник достал бумагу. Спрячь бумагу. Махнул рукой старик. По закону, по закону требуется, пояснил урядник. Коль принимаете сына, распишитесь. Грю, нет моей росписи. Если не примете подрасписку, отправлю обратно в тюрьму, как неопознанного. Верши власть свою, как можешь. Роспись под бумагой не поставлю. Аминь. Да чего ж вы тугие, не стерпел урядник. Оно и понятно стало быть, что от вашего корня отлетают головорезы. В нашей родове нет головорезов. Игнат Елизарыч отсек старик, как полено дров развалил на две половинки. Ищи головорезов в Юсковском корне, у рябиновцев грю. А мы от праведника Филарета род ведем. К царю в уряднике не нанимаемся. Аминь. Подхватив рукою ножны сабли, урядник вылетел из избы и синей тучей с досады хлопнув дверью. Отец и сын переглянулись, будто серебряный рубль переложили «Не таким я тебя ждал, Тимоха, надежду на тебя имел. В помышлениях тайных видел тебя Филаретом праведником. Помолчал, глядя себе под ноги. Из тюрьмы пригнали». «Из тюрьмы». «Царю не поклонился?» «Не поклонился». «Добро». «А силы есть, чтоб пихнуть царскую власть?» «Радед Ларивон мой, покойничек, сказывал про Филарета. Каких разгромили царевы слуги?» «В смысле что?» «Поднимется весь народ, тогда не устоит самодержаве. Дай Бог. Хо-хо-хо-хо. В Бога не веруешь. Безбожник. Церковь существует, как мышеловка для темного народа. Сами-то они, царь с генералами, разве верят в Бога?» «Замолкни про Бога. В Никониановской церкви Бога нету, Анчихрис службу правит. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Бог есть у нас в нашей вере правде. К тому прислон надо держать. Без Бога царя не спихнете». «Ну да про то разговор вести не будем. Топереча слушай, что скажу». «Коль объявился безбожником, живи чужаком в доме на моей хлеб-соли. Ежели табак куришь, в избе не сметь. Вино пьешь, хоть и злоха не хлебай за моим домом. Валяйся со свиньями, а через порог в сатанинском виде не перекатывайся. Снеть принимать будешь из своей посуды. К столу не прикасайся, на красную лавку не садись. Оборони Бог, ежели увижу, в маленной горенке смотряй. Ну а работать скажу тебе, не ленись. Хлебушка с солью тело добывается. Уразумел? Уразумел. Добро. Семью антихристовыми разговорами не совращай. Про политику так же. Замкни рот и чесало привяжи к зубам. А топереча, как у нас в доме народилась чада, увезу тебя от греха на покос. Неделю будем жить там, покуда в доме сырая роженица. Эй, Степанида!» И в ту же минуту она показалась на пороге. Ишь, какая-то робкая. Под дверью стояла. «Собирай на покос. Пригласи бабку Мандрузиху. Помогать будет Миланье и за скотом глядеть. А сама завтра явись в Суходолье». Тимоша с дороги отдохнул бы, молвила Степанида Григорьевна, не смея приблизиться к сыну. «Молчи, Калюмс, ноготь. Достань с подлавки стол, какой вынесли из Маленной. Вот в том углу поставь. Табуретку так же. Чугунок, хлебальную чашку, посуду, какую соберешь, на тот стол. Тимофеев угол будет. К приезду с покоса устрой ему постель в казенке. На ларь с мукой доски положишь. А постелю будет мой тюфечок волосяной, полостью суконной покрываться. Капришных с ветра. «Сделаю, батюшка». В слабо торжественных случаях Степанида Григорьевна звала мужа батюшкой или большаком. «Но помоги мне, шалопутный». Тимофей вышел с отцом в сене, отец полез на чердак и сам подал оттуда старенький березовый стол, закапанный почернелым воском от свеч. Во дворе в стол в угол, старик наказал жене, чтобы она покормила сына, а сам вышел в надворье, подальше от грехопадения. Как только вышел он за дверь, мать повисла на шее сына. «Соколик мой, рада-то, как я, Господи, живой, живой! Сколь молитвы перечитала, сколь свечей сожгла тебя, ожидаючи, живой, живой! Слава тебе, Господи! Один ты у меня лежишь у самого сердца, ночь и день грела бы тебя». На отца не сердись, не ломкий он, за старую веру кремнем стоит. Одни на всю деревню с этакой крепостью. Кругом старая вера рушится, живой, живой. Тимофей разнял теплые руки матери и, озираясь, спросил. «Которая красная лавка?» «Да вот это!» «Гляди, не сядь на нее!» «Ладно!» «Да я бы тебя, Тима, на грудь себе посадила! Вера-то вера наша! Господи, век терплю, век землю топчу! А все не разумею, где истинная вера, правда!» «Помнишь дядю Елистраха?» «Поди забыл, тот вовсе отторгся от мира, в тайге живет и на деревню глаз не кажет, живет в избушке на пасеке юзковых, спит в колоде, в которой потом захоронят его. Единоверцы ходят к нему с приношениями, кто сухариков, кто мучиться поднесет, а более ничего не принимает. Была я у него с приношением. Заставил ночь родеть и читать молитвы, а потом принял ржаные сухарики, а пашеничные повелел зверям кинуть. Глядеть страшно, весь иссох и дикой, дикой!» «Тьма-тьмучая!» Вспомнил Тимофей слова бабки Ефимии. «Не говори так, Тимоша, оборони Бог, сам услышит. Истинная вера, правда, у нас не слушай ведьму, выскус вводит». «Какую ведьму?» «Да бабку Ефимию, которая Макеем тебя назвала». «Это та самая бабка Ефимия. Ишь, ты помнишь, она, она еретичка». Внуки сколь раз прогоняли ее из Минусинска, а ей все не имется, ходит из дома в дом, да совращает праведные души. А как тут зырян живет, свят, свят, про каторжников вспомнил, замахала ладошками мать». Солнце поднялось в полдуги, когда Прокопий Веденеевич выехал с сыновьями на покос. Филя правил лохматым буланкой, Каурка бежал рядом возле оглобли. Тимофей с отцом сидели спина в спину, один обозревал левую сторону дороги, другой — хребет, лебяжий и гривый. Встреча с отцом прошла благополучно, пуще всего Тимофей боялся именно этой встречи, когда ему огласили приговор суда. Он просил суд сослать его в любое отдаленное место Енисейской губернии, хоть в Туруханск, хоть во льды океана, только не в Белую Елань. И чтоб водворили в родительский дом под строжайшим конвоем, надеялись, что отец переломает мне кости. Иные думы учились у отца. Вот оно как вышло. В пятом колене закипела кровь Филаретова, супротив царя пошел. У ведьмы глаз вострый, кабы небезбожество, радость-то экая. Ну да может еще оботрется парень, ласковостью надо брать, умом воздержанием. Ежели начать гнуть, как медведь гнул дерево, аль переломится, аль сбежит, а сын ведь не чета Фили. До покоса тащились проселочной дорогой петляющей между опушками красного и белого леса. Погожесть солнца и звонкая певучая тишина необозримых просторов. Воздух, как медовуха, пьянит, клонит ко сну. Филип подвернул к стану. Треугольный шатер, обложенный сверху берестой, из которой осенью будут деготь гнать. Пепелище с кучей хвороста, треногий таган для варки обедов. В трех шагах журчит молтат, заросший багульником и черемушником. Оказалось, что Тимоха не умеет держать литовку. Гляди, как черенок брать в руки взялся учить отец. Вот эдак бери ее, милушечку косоротою, и иди по травушке-муравушке, только свистеть будет. Сила у тебя, слава богу, есть, в мою кость выпер. Дюжи и привычные к пудовому молоту руки Тимофея крепко взялись за черенок литовки. К вечеру с непривычки набил кровяные мозоли. Отец повелел перетирать в ладонях сухой пепел, чтобы побыстрее наросла рабочая кожа. Закончили козьбу поздно, поужинали в рот. Филя с отцом сотворили вечернюю молитву, а Тимофей в укромном уголке за станом умял свою долю обеда и тут же свалился спать. Отец укрыл его половиком и долго сидел под лисы, наглядя на его курчавую русую голову. На другой день к обеду явилась Степанида Григорьевна, притащила на горбу два туиса свежего молока, кусок тайменя в полпуда и сейчас же наварила ухи, стараясь угостить лучшим куском меньшого сына. Мордатый Филин обычился, ежели припаяется к дому Тимка, а половинят меня, лешие, надо бы отворотить тятеньку от Тимки. С того и не взлюбил меньшого брата косоротился. Как только утреннее зорька румянила синюю полость погожего неба, сразу без разминки вскакивал Прокопий Веденеевич и брался отбивать литовки. Степанида Григорьевна что-нибудь варила в прокоптелых котлах, а потом плотно позавтракав выходили в пахучие разнотравья и по увалам, логам, мягко, со свистом пели косы вжик-вжик-вжик. Прокос за прокосом. Впереди шел Прокопий Веденеевич, неутомимый, сильный, костлявый. За ним чувал спины Фили. За Филий поджарый, в отца плечистый Тимофей в синей рубахе, а следом мать, пыхтящая и тяжелая, вся мокрая от пота, в непомерно длинной холщовой юбке, путающейся в ногах. Перемежались дни, то прыснет дождик, то опять проглянет горячее солнышко, то морок простоит весь день. В ясные дни собирали сено деревянными граблями и метали в ком. На исходе недели Степанида Григорьевна до того разморилась, что слегла под телегой, и как ее не ругал Прокопий Веденеевич, не поднялась. Нету силы моей Прокопии, хоть прибей, истая колода, чтоб тебя разорвало холеру. Ступай домой тогда, и пошли двух копневщиков из поселенцев. Да не наговори лишку, когда будешь рядиться. Хватит им того, что жрать будут мой кусок хлеба. И Миланью отправь на покос. Подеть лежалась. По вечерней прохладе Степанида Григорьевна ушла в деревню, а на другой день подошла Миланья с малюсенькой грудной дочкой Маней и с белоголовой, тоненькой, как лучинка, внучкой бабки, мандрузикой Анюткой, которую Миланья взяла в няньки. Пришли копневщики, босоногие подростки в холщовых шароварежках. Прокопий Веденеевич сразу же определил парнишек в угол безбожника Тимохи, чтоб не опоскудили стана. Впервые свиделась Миланья с деверем Тимофеем. «Да чего же он красивый парень?» Смутилась, опустились руки вдоль тела и, потупив голову, отошла от Тимофея. Улучив минутку, свекор предупредил невестошку с Тимохой в разговор не вступай, слышь, потому безбожник. «Ой, как можно так, тятенька, грех-то, грех-то какой? Грех его не наш, ему и ответ держать перед Богом». Филя, в свою очередь, высказал такую догадку. «Ишо неизвестно, может с нами вовсе не Тимоха, а нечистый дух оборотень». Свят, 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 истово крестилась перепуганная Миланья, боясь глянуть в ту сторону, где спал с копневщиками деверь Тимофей. Неделя выдалась редкостной, ни гнуса, ни комарья, пекло солнце, курилась синюшная марева, будто от земли к небу тянулись шелковистые голубые волосы. С обеда начали метать два зарода, Филя с Тимохой в низине возле берега Молтата, отец с Миланей на взгорье у старой березы. Миланья подавала сено на зарод, стараясь изо всех сил. Слабели руки и ноги, а свекор поторапливала «И живо мне, еще, еще, что ты суешь, навильник, будто три дня не ела, живо, грю!» У Миланья свет мутился в глазах, поднимая трезубыми березовыми вилами сено на зарод, покачнулась и упала без памяти. Свекор, утаптывая сено наверху, заорал «Чего там замешкалась холера? Слышь, что ли?» Никакого ответа «Миланья!» Миланья не поднималась. Старик винтом слетел с зарода и, подскочив к Милане, пнул ее бреднем в живот еще раз и еще «А, тятенька, вот тебе, вот тебе, стерва-небаба, разлеглась, тятенька, чтоб тебе провалиться скрозь землю, лихоманка!» На крик прибежали Тимофей с Филей и подростки-копневщики. Миланья, ползая в ногах свекра, жалостливо сквозь слезы стонала «Не бейте, тятенька, не бейте, силов нету-ка, голова идет кругом, ах ты, погонь! Вставай, Грю, еще раз-два!» Пнул невестку, та скорчилась. К отцу подскочил Тимофея лицо в лицо, как молнии скрестились. «Ты что, очумел отец? Не видишь, что ли, кого ты поставил с вилами? А ты что смотришь, Филя?» У Прокопия Веденеича озноб по спине, лицо перекосилось, ноздри раздулись, на шее и на висках вспухли вены. «Ты, варнак, что, а? На вилы хошь? Я тебе сейчас момент проткнул и схватил березовые вилы. Не успел развернуться, как Тимофей схватил со спины. А Филя, бей его, анчи Христа, лупи, Грю!» По косу Боровиковых кто-то ехал верхом, чужой кто-то, а у нас, эка, я топтался Филя на одном месте. «Бей, Грю!» «Дык-дык, едет кто это чужой?» Отец и сын пыхтели под зародом. Тимофей втиснул отца лицом в сено, тот вырывался, клокоча злобой и бессилием. «Тятенька, чужой человек едет! Что вы в самом деле?» Тимофей вырвал из рук отца вилы и отошел ко мне. Подъехал человек из поселенцев, не слезая с веслозадого коня, заорал. «Слухайте, люди, запрягайте коней, да поезжайте до дому, громаду собирает голова с волости!» Прокопий Веденец шумно перевел дух. «Что ты бормочешь?» Угрюмо спросил. «Скажу! Поезжайте до дому, сход собирает голова, читай староста, манихвест царский читать буду. Ерманец, щитой поганец, немец войну почал люди!» Филе выторщил глаза. «Мабуть, заберут всех хлопцев на ту войну? А, матерь Божья, як жить без хлопцев, чьи мужиков? Погибель одна, и все. Ну, я поиду да покосало летиных. Гукать людей надо, война, война!» И уехал. Милане поднялась бледно и не кровинки в щеках, не радости в тонущих молодых глазах. «Вот что, Тимоха, ни в свое дело не суй нос!» Медленно отходил Прокопий Веденец, отирая мокрое лицо рукавом рубахи. «Не твоего ума дело, как я веду хозяйство. Ты со своим умом дошел до ссылки, а я со своим подниму Филимона. Рукой не хватишь!» «Одного поднимешь, а ее в гроб загонишь!» «Молчи, Игорь, у каторга!» «Я еще не каторжник!» «Но думаю, на каторге для Милании было бы легче! Вы же ее заездили, никакой жалости!» Толстоногий медлительный Филе косил глазом то на отца, то на Тимоху, то на всхлипывающую Миланию. Ишь, как вышло, а, туго соображал он, ковыряя пальцем в носу. Кого не подъехал поселенец, я бы Тимку съездил в затылок. И, уставившись неприязненно на Миланию, покривил толстые губы. И отчего она такая слабосильная? Тимофей взял Миланию за руку и хотел увезти к стану. «Не трожь!» «Подскочил отец. «Не твоя баба! В рот не клади! Заведи свою и жуй!» «Постыдились бы, папаша!» «Полчай, стервец!» притопнул Прокопий Веденеевич. «Оставь ее, Тимоха!» подал равнодушный голос Филя. «С бабами завсегда всякая холера приключается!» «Мне сейчас лучше!» пролепетала Миланья, облизнув сухие губы. «Маню бы покормить, тятенька!» «Потерпит твоя маня, не сдохнет!» У Фили засело в башке одно слово «война», чтобы это значило «война». «Тятенька, на войну-то поедем?» «Али нет?» «Дурак, на войну тебе захотелось не топы!» «Ты знаешь, чем ее жуют, ту войну?» «Первонаперво обстригут тебя, как барана, бороду сымут, овечьими ножницами, а после осунут в руки винтовку, замкнут на пуговице в сатанинскую шинелю и погонят, как арестанта на пароход. С парохода пихнут в железные вагоны, повезут на позицию, как увозили мужиков с епошками в порт-нарту. В смысле что? «Пырнет штыком немец в брюхо, вот тебе и будет война!» Миланя всплеснула ладошками. «Тятенька, нишкни!» «Прицикнул отец. Без твоего визга обдумаем, как быть. Вот, домечим зароды, а там покумекаем. Дык-дык, ежель такое дело мне, дык, не к спеху, пыхтел Филя. Ишь, не к спеху. Кому она к спеху, та война? Лезь на зарод, я подавать буду. А ты, Тимоха, иди с ней, домечи зародишко в яме!» Приставил ладонь к лбу. Ишь, с треслона туча наползает. Экая синющая туча ща! Ну, валяй, Тимоха, да вдруг горять, не наскакивай на отца, гляди! Ни старик, ни Филя не видели, как посветлело измученное лицо Милане, с какой она благодарностью глядела на Тимофея. За меня заступился парень. Тятеньке не убоялся. Хабы Филя таким был, вот бы счастье-то, молилась бы на него, как на икону. Как только отошли от зарода, Тимофей спросил, «Дойдешь до стана?» Тятенька-то, чатью узрит. «Иди, не бойся, кусаться надо, а то они тебя живьем съедят». «Итак, Тима, съели. Кусайся. Укусишь, пожалуй, змею за хвост. Наплюй на них и уйди». «Куда уйти-то, Тима? Дома разве меня примут? И что там? Мой-то, тятенька, еще лютея, в другой вере состоит. Слышал, поди, про дырников. Икон у нас в доме нет, молимся в дыр такую на восток. Тятенька говорит, что все иконы Анчихристом припачканы, а я теперь вошла в веру тополевцев. Куда же мне сунуться? Кругом двери заперты. И маню вот и шо, не с рук же ее». Фу, какая страшная жизнь, вырвалась у Тимофея. Задохнуться можно. «Ифиля мой, хоть бы раз заступился, ни житья с ним, ни радости. Я-то разве виновата, что принесла девчонку? За что изгаляться-то? Не вняла моей молитве Пресвятая Богородица?» Тимофей захохотал. «Ты что, Тима? Непроходимые вы люди, вижу. Сама подумай, при чем тут Богородица? Иконы-то обыкновенные доски». «Тима, оборони Бог, не совращай». Перепугалась Миланья, замерев на месте. «Пожалей, хоть ты не совращай. Будет ли ее когда-нибудь свет человеческого разума? Плюну я на всю эту отцовскую крепость и уйду в город. К беднякам-поселенцам буду работать в кузнице и жить по-людскому среди людей. Ой, что ты, Тима, на отца-то. Такого космача пулей не прошибешь, не то что словом. Вечером лбы бьют на молитве, а день со зверями заодно. Какой тут Бог, если вся эта тьма от Бога гнать его надо ко всем чертям? Так я тебе скажу, Миланья. Не пугайся, не совращаю, а глаза тебе открываю. В чем тебе Бог помог, скажи. Под зародом Бог тебя бил ногой в живот? Бог тебя поставил под вилой? Бог тебя лишил слова и воли? Ты что же, перепелка с подрезанными крыльями? Это все от Бога, да? Такого Бога рубить надо в куски, как я порубил иконы. Ну, не упади с испугу. Я и сейчас все эти разрисованные доски положил бы на наковальню, да пудовым бы молотом трахнул. Вот как. Цвят, цвят, цвят. Лопотала Миланья, крестясь. Я же не икона, что на меня крестишься. Эх ты. В школу бы тебя, да не в Поповскую, а в наш бы марксистский кружок, чтоб глаза у тебя открылись. Тима, Тима, пожалей. Жалей же тебя, говорю. Филину не стал бы. Он дурак, с салом на боках его не проймешь. А в твоих глазах ум должен засветиться. Понимаешь, ум? Ну ладно, иди, корми Маню. Спаси, мя Богородица, вдохни в меня благость свою Матерь Божью. Бормотала Миланья, сложив на груди маленькие ладошки и сердце, что это зашлось в перепугу. Речень это твое сатанинское. Изыйди, изыйди от меня. Свят, свят. Тимофей махнул рукой и ушел в низину. Миланья глядела ему вслед. Какой он плечистый, высокий и сильный. Такого медведя, как тятеньку, удержал в руках. Может, и вправду оборотить. Глотая слезы, Миланья подошла к стану. На руках Анютки криком исходила девочка, искусанная комарами. Ревет, ревет, никак унять не могу. Миланья присела возле телеги, взяла на руки крошечную черноглазую Маню в мокрых пеленках, та сучила пухлыми ноженьками и морща спускала пузыри. Сердешная моя, зачем ты только на свет народилась, загласила мать, сунув дочери грудь, качая на руках, смотрела вдали, ничего не видела, слезы катились по щекам, и она их слизывала с потрескавшихся губ. Один только Тима заступился за меня, если он оборотень. По что, голуби-то, так оборотня-то, мучаю. Нескладные обрывчатые думы роились у Миланья. Это тоже называется жизнью, спрашивал себя Тимофей, остервенела вонзая трезубые вилы, шуршащая пересохшая луговая сена. Ни света, ни радости у них, кому нужна такая жизнь. И вот еще война. За кого воевать? За такую каторгу? За царя-батюшку? За обжорливых жандармов и чиновников? Думы зрели, ширились, роняя ядреные зерна в память. Прибежала Миланья, посвежевшая бодрая. Она успела искупаться в Малтате. Коричневая холщовая ковтенка прилипла к ее телу, отпечатав маленькие груди и резко выступающие на спинах лопатки. Оглянулась, кругом без люди. Зарод Тимофей мечет в яме, откуда никак нельзя было вытянуть копных большому зароду на взгоре. Тима, Тима, заметывать надо вверх-то. Гляди, девять копешек осталось. Я мастерица сводить вверх. Подсади. Не боишься нечистого духа, Анчихриста? Что ты, Тима? Я ведь ничегошеньки не знаю. Тятенька предостерег. Говорит, оборотень ты, соврала Миланья, свалив слова Филина отца. Отец? Хм, он скажет, сивый. А ты не оборотень, а? Тимофей воткнул вилы, в копну сена, призадумался. Оно как смотреть. Если с колокольней тятеньки, оборотень, потому что он во тьме от века пребывает. А я ушел из тьмы. Просто сбежал. Добрые люди помогли. Так же вот родил иконами, как ты. По восьмому году читать Библию научился. Ох, набил же я оскомину Библии. Слова в ней, как пни, лиственные, не подымешь и не поймешь, что к чему. Ворочал языком на славянском, а в голове, как в рассохшейся старой бочке пусто. Готовил меня папаша в праведнике тополевцам. Люди шли к нам в дом изо всех деревень, посадят меня перед иконами и заставляют бубнить всю ночь напролет. Оно понятно, отцу было выгодно. Сколько тащили разных приношений, и хлебом, и медом, и салом, и тряпьем, кто чем мог. Заездили бы, если бы не подсказал человек, что делать. Рубанул я тут тополь, а потом иконы пощипал, и был таков, понимаешь? Вот и все мое оборотничество. Тятенька говорит, ты вовсе не Тимоха. Нечистый дух, хохотнул Тимофей. Оно понятно. Того Тимохи, который родил ночами с Библией, нету и никогда не будет. Как же Бог-то? Сама думай как. Увидишь, покажи. Никто его пока не видывал. Ты видела когда-нибудь сон наяву? Как так? Очень просто. Во сне другой летает птицей. И правда, сколько раз я летала. Попробуй взлети. Ну, вот так и Бог. Все равно, что беспробудный сон человека. Подсади на зарод-то. Абинада. Часов. Итого не дают. Рабы Божьи. Дадут они. То-то же. Вот и думай, где Бог, а где тьма. В холщовых отцовских шароварах, с отвисающей мотней, в яловых поношенных броднишках, в холщовой рубахе, сизой от соли, весь присыпанный трухой сена Тимофей ворочал вилами, поднимая сразу по пол копны. Березовые вилы выгибались, потрескивали. Тимофей ловко перехватывал черенок, уткнув его в землю. А тогда уже весь на пружине споднимал сено в зарод. Ох, силен ты, Тимо, я бы ей, Богу, умерла под таким навильником. Мужчине мужское, женщине женское. Кабы все так думали. Настанет пора не думать, а делать так будут. Не будет такого никогда. Почему не будет? Да потому, что мужчина завсегда сумеет закабалить бабу. Разве Филя мой другим будет не в жизнь? Бревно и есть бревно. Филю ждет хорошая мялка. Харю бы ему на бок свернуть за такое отношение к тебе. Если так, подсади меня на зарод. А то ты развел его на пятнадцать копин, а осталось семь. Как вверх сводить будем? Ну, лезь. Миланя подошла лицом к зароду и протянула руки вверх. Тимофей легко приподнял ее и удерживая на ладони, на шаг отошел от зарода. Что ты, Тима, увидит наши? И черт с ними. Уж ли я совсем не тяжелая? Буду три будет. Хоть бы разочек вот так подержал меня Филин. Тихим суховеем прошелестели слова Миланя, опали в щеки Тимофея. Ну, ну, лезь. Много ли женщине надо, чтобы согреть сердце, если до того она не чувствовала ни ласки, ни внимания, ни любви? Серчишка Миланьи будто омылась теплой водою, стало легко и приятно радостно. И небо такое высокое и прозрачное, ах, если бы вся жизнь пролетела в такой благости, как один миг с Тимофеем наметки зарода. На ужин собрались у Стана, Филя с отцом совещались, ехать или нет на сельский сход. От нас на той сходке прибытку не будет, порешил Прокопий Веденеевич. А мы вот передохнем, а потом и шо попотеем, а зимой пузо на печке погреем, оттого прибыток. Тимофей ушел на речку купаться, забрел в глубокое улово по шею и, не умея плавать, держась рукою за колодину, окунулся с головой. Спугнул лиловый ломоть Хариуса, пытаясь схватить домоседа за хвост. Вскарабкался на колодину, посторожил Хариуса и, не дождавшись, вышел на травянистый берег. Война. Не шуточное дело, погреешь пузо, думал он, натягивая горочанские суконные брюки и простиранную синюю косоворотку с перламутровыми пуговками по столбику. Перетянул живот лакированным ремнем с пряжкой. Кося глазом на медного двуглавого орла поморщился. Во имя орла, что ли, цедить кровь из немцев. Прокопий Веденеевич отбивал Миланину литовку, как бритва будет. В дождь самое время травушку положить за коровьим мыском. Глянул на Тимоху через плечо насупился. Аль, на войну рвешься, политик. Надо сходить послушать, что там за манифест царя Эка. Печатка царя не про тебя должно. Еще неизвестно, какая будет война. Кайзер насел на Францию, только перья летят, как из курицы. На пароходе газету читали. Люта. Силу германец собрал большую, если он повернет ее, он Россию всех припечет. Филаретовой крепости держись, не припекет. Из корня Боровиковых за царя никто не хаживал с ружьем. Тайга, вот она, милушечка, сколь там разных скрытников проживает. Иди к ним, и вся недолга. Дядя твой там еле страх спасает душу. Молитва не пуля, лоб не прошибет. Существительно охотно поддакнул Филя. Когда Тимофей скрылся за Уваловым, Филя вспомнил. Кабы не тот поселенец, тятенька, я б Тимофу двинул в затылок. Прокопий Веденеевич сверкнул льдистым глазом. На что, добрый, а в затылок-то ты гораст, Филя. Ты вот столкнись с ним грудь в грудь. Жаманет и дух из тебя вон. Силище в нем, как в сахатам. Обескураженный Филя нацедил из лагуна ковших перебродившей медовуки и выпил возгравие собственного тела. Зависть четвертая. Сизо-черная туча, клубясь и пенясь, дулась, ширилась, захватывала полнеба до огненно-белого солнца. Тимофей бежал вниз со склону горы, как молодой лось, откинув назад голову и раздувая ноздри от избытка силы. В рот бил горячий воздух. Стаями перелетали воробьи. Гулко ухнул вдалеке гром, будто кто ударил обухом топора в дно прокинутой бочки. Вслед за первым ударом грозы прямо над головою, отполированным лезвием кривой шашки сверху вниз и наискосок в землю резанула молния, и брюхо нависшей тучи лопнуло за мылом. Космы тучи, будто растрепанные черные волосы, тащились за рекою по верхушкам зубчатой стены ельника. Там лил дождь. А над головою жжет солнце в затылок, в спину, в лицо и в шею. Припекает, как от печки, ветер бил в правую щеку, раздувал подол рубахи. В белой елане, на стыке поселенческой стороны с кержачей, возле каменного магазина Елизара Юскова, с разрисованной вывеской всякая мануфактура и так, ибо калея разна, стоя на крыльце у закрытой двери, обитой жестью, тощей и кадыкастой волосной писарь из казачьего каратуза, тупо и безнадежно оглядывая головастую пеструю, туго сбитую толпу, лопатой не провернуть, напрягая глотку, заорал на всю улицу. Милостью Божией! И толпа, холстяная, глазастая, ударила в лоб крестом. Кержаки двуперстым, поселенцы щепотью, милостью Божия для всех была единая. Карабкаясь на сахатиную горку, волновались от ветра старые сосны. Пучки лучей процедились сквозь мякость тучи, как молоко сквозь сито, и вовсе скрылись. Сразу потемнело и дохнуло свежестью. Вершины сосен клонились в горе в одну сторону, а березы по увалу шумели и качались. Ударил ослепительно белый свет, и в тот же миг какая-то чудовищная сила швырнула Тимофея на обочину дороги. Тимофей не слышал, как рванул гром и как от огромной сосны на пригорке во все стороны полетели сучья, и ствол сосны расщепился от вершины до комля на много кусков. Изнутра разорванного дерева выкинулась черная коса дыма. Тимофея присыпала на дороге хвойными лапами, оглушила и больно ударила в бок и в левое плечо, рука не поднималась, в ушах звенела. Вот это гвоздануло, уставился Тимофей на дымящуюся сосну. Посыпался град, белые круглые горошины долбили в голову точно птичьими клювами. Тимофей спохватился и, оглядываясь, одним махом перелетел через жерди по скотиной и только тут вспомнил про кепку, оставленную на дороге, не стал возвращаться. Больно клевало градом. Справа кладбище потемнелые от времени кресты и решетчатые оградки, шумящие высокие березы, слева дом бабки Ефимии на берегу ключа в рощи. Ветер с градом и дождем шумел и свистел в деревьях. Через все приступки Тимофей влетел на крыльцо и чуть не сбил с ног кого-то в белом. Ой, что вы! Тимофей замер, уставившись в черные округлые глаза. Ну и лупит, тряхнул он головою. С волос посыпались на крыльцо тающие белые градины. Оглох я, что ли, в ушах звенит. Гроза ударила в сосну, аж в щепы разлетелась и дым пошел. Двинула меня, с ног слетел. Фу, черт, руки не поднять. На дрощей крест-накрест сверкнула молния и блеск ее отразился в черных глазах девушки в белом. От грохота грозы на перилах крыльца зазвенели железные ведра. Спаси и сохрани тихо пробормотала девушка молитвенно, сложив ладоши на батисте длинного платья. Минутку они стояли лицом в лицо, как на безмолвном поединке судьба с судьбой. Какая белая птица вырвалась у Тимофея и он испугался собственных слов. Птица могла вспорхнуть и улететь с крыльца. Птица осталась на крыльце, не улетела. На миг, на один единственный миг синь неба Тимофеевых глаз слилась с вороненой застывшей чернью. Она стояла рядом, рукой дотронутся, стройная, цельная. Когда сердце еще не раскрылось, когда вся сила, материнская сила предков и созревшего тела не обронила ни единого лепестка. И эта сила, удивление, робость и смущение, еще чего-то непонятного, загадочного сейчас слилась из ее черных глаз. И Тимофей вспомнил, он видел эту девушку на пароходе Святой Николай, такую же, в белом, с шелковым плаком на плечах, с нею была подруга в синем платье. Я видел вас на пароходе, очень хорошо помню, вы заходили в трюм к селедкам. К селедкам черные брови спорхнули на лоб. Ну да, трюмных всегда называют селедками. Господа там не ездят, а вы что туда заходили? Посмотреть, как ездят люди. Люди? А разве четвертым классом не люди ездят? На чей взгляд? Опять сверкнула молния и девушка вздрогнула. Боитесь? А вы разве не боитесь? Чего бояться? Гроза неурядник, ударить может и не в меня. Вот сейчас в сосну ударила возле дороги, а я жив остался. Правда, плечо больно и руки не поднять, но жив. Урядник другое дело. Почему урядник? Да очень просто. Если бы молнию кинул урядник, он бы ее не в сосну направил, а мне в макушку, чтобы расщепить до самого корня. Он бы сейчас сказал пороть, пороть, кого пороть? Меня, конечно, политику, и пороть так, чтобы ребра переломать через родительское дозволение. Они это умеют, урядники и стражники. Слышали про Юскова? Да. Хорош, Битюк. Вот бы кого на войну спровадить? Там бы ему морду отутюжили. Солдат с ружьем, сам себе генерал. Одну пулю в немца, другую в урядника. О. Это О прозвучало, как стон отчаяния. Зачем вы так, а? Я бы никому не пожелала смерти, пусть люди живут. Разные бывают люди-барышня. Одни солому жуют, другие дармовой кофе попивают, да шоколадом закусывают. На людском добре жируются, да еще при случае в морду сунут, как милостыню отвалят. Так что ж, по-вашему, всех на одну доску? Еще раз полыхнула молния, ударила гроза. С перил упало железное ведро, Тимофей поднял и поставил на прежнее место. У крыльца ветер трепал березу, вершина березы качалась и шумела. Он не мог сравнить девушку с белой березой, девушка была красивее. По крыльцу снизу вверх тянулись тонкие, усыпанные листьями и зелеными пуговками хмелевые плети. Он не смог сравнить ее с хмелью. Она пьянила без хмеля, лучами черных глаз, пыльцой у солнечного загара на затылке ее смолистые волосы, резко выделяющиеся на батисте нарядного платья. Ему нравились припухлые губы девушки, розоватая бархатистость ее лица, подбородок со вмятинкой посредине. «Ах, как все запутано на белом свете!» проговорила девушка. «Я еще ничего не понимаю. В гимназии так много разговоров было про всякие несправедливости в жизни. И то плохо, и то нехорошо. А будет ли, когда такая жизнь, что все будет хорошо? Если произойдет революция!» «Как в 905-м?» перебила девушка. «Да ведь ничего не вышло с той революцией. Одни говорят, что был просто бунт, подстроенный социалистами, а другие называют революцией. А кому стало легче от той революции или от бунта? Никому. Вот наша бабушка Ефимия ждет новую революцию. Она такая. И чему-то усмехнулась, ждет нового Филарета или Пугачева. Смешно просто. Что тут смешного? Разве может повториться вчерашний день? И кто в народе знает про какого-то Филарета Боровикова? Никто не знает, кроме бабушки Ефимии. Ее только послушать всему можно поверить. Только все это как сказка. Вы разве верите в Пугачева и Филарета? Как же я мог не слышать про Филарета, если сам из его корня? И в революцию верю, конечно. Девушка стояла возле двери, окрашенной охрой, запомнилась на желтом, белое, слепящее. Вы, Тимофей Боровиков, он самый. Бабушка вас очень ждала. Вы ее внучка? Внучатая племянница или провнучатая даже. Тимофей от неожиданности чуть не свистнул. Может, вы дочь урядника Юскова и сразу почувствовал боль в плече и в боку. Что вы? У дяди Игната нет детей. Чья же вы, Юскова? Елизара Елизаровича. Дарья. Что так поглядели? Боль в плече усилилась. Тимофей попробовал поднять руку выше головы и не смог. Здорово меня ударило. До сих пор в ушах звенит. Еще сказали, что не боитесь грозы. Я сказал, гроза не урядник. Если бы и убила просто случайно. Другое дело урядник. Он бы не промахнулся. Дождь перестал, тучу пронесло. Откуда-то из-за берез сочились закатные лучи солнца. Где же бабушка? Промолвила Дарьюшка. Наверное, к поселенцам ушла со своими травами. Она всегда так. То лечит, то утешает. Если бы все были такими, как бабушка Ефимия, хорошо бы жилось на свете, правда? А вот и она. Бабушку Ефимию с ее приживалкой Варварой поселенцы привезли на телеге. Завидев Тимофея с Дарьюшкой, бабушка Ефимия что-то сказала Варваре, и та быстро поднялась на крыльцо, отомкнула замок. Начались хлопоты с чаем, общие личные воспоминания, разговоры о манифесте царя, о войне. Ефимия глядела на молодых, думала, неисповедимы пути сердца человека к человеку. Куда можно было скрыть смущение Дарьюшки, когда она вдруг переглядывалась с Тимофеем? Мои, мои глаза у лебедушки, радовалась Ефимия, дай Бог, чтоб святостью любви засветились Божьи свечечки в глазах Дарьюшки. Полюбить бы ей Тиму, чем не пара, и сам собой украсив, и умом Господь не обидел. Беден? Оно и хорошо, ладно, чист и светил, как Рождество Христово. Надо бы Дарьюшку приобщить к песне-песней. Псалмы Давидовы пусть не читает, а вот песнь-песней на зубок заучит. Вот уж поставлю я шиш под нос Елизарке Индюку, выхвачу у него из-под носа любимицу, пусть попляшит. Все остальное время вечера она думала об этом с тем и заснула старуха. Удивляла Дарьюшка, недавняя гимназистка, переменчивая, дотошная, ищущая заветный красный огонек, таинственный и загадочный, как сокровенная мечта счастья. Ей все хотелось знать, и в какой партии состоял Тимофей в городе, и о чем разговаривали на подпольных сходках, и кто такой Маркс, и что за коммунистический манифест, за который Тимофея посадили в тюрьму, и самое главное, не отступит ли сам Тимофей от революции. — Угадайте, где мы вчера были с бабушкой? — Под вашим тополем, — вдруг сообщила Дарьюшка. — Сидели там и говорили про раскольника. Я слушала бабушку и все думала-думала, жутко под тополем очень. Такие мысли лезут в голову. А вы не отречетесь? — А? — Нет. — Отчего мне отрекаться? Богатства у меня нет. Одни голые руки. — Но по двенадцать часов мантулить за гроши. Не согласен. И с жандармами мириться тоже не хочу. — А если к вам свалится миллион? — С неба, что ли? — Пусть с неба. — Ко мне не свалится. Надо мною небо дырявое. Потом Тимофей рассказал про стычку с отцом на покосе, и Дарьюшка окрестила его Микулой Селениновичем. Над Филей хохотала от души и хлопала в ладоши. — Ваш Филе переживет всех нас. Вот вам крест. И перекрестилась. Им было хорошо и весело. Коротенькая ночь, первая ночь мировой войны, сблизила их. Светает, тихо, воркнула Дарьюшка и, глянув на Тимофея, вспыхнула до черных волос. Когда Тимофей ушел, Дарьюшка накинула на плечи Оренбургский платок и, открыв створку в горнице, села на подоконник, жаркая, трепетная, молчаливая. Он еще угловатый, но хороший, откровенный и без вранья, будто кто шепнул Дарьюшке. — Кто? — спросила себя Дарьюшка. — Микула Селенинович. И, ткнувшись лбом, в косяк заплакала. Печаль девичья солью умывается. — Я белая птица, — твердила Дарьюшка. Слова Тимофея, испытывая приятный озноб, словно кто влил в нее ковш хмельной браги. Кровью било в виски, сладко ныло сердце. Тимофей в этот момент летел к дому, не чуя под собою ног. Нечто новое, необозримое, сильное заполнило его сердце. У юности во все времена свои непреложные и неизменные законы. Тесно стало Дарьюшке в отцовском богатом доме в Белой Елане. Отец Елизар Елизарович Юсков, миллионщик, пайщик Енисейского акционерного общества промышленности и торговли, владел двумя паровыми мельницами, торговал скотом Суренхаем, имел в Минусинске крупчатную мельницу, был в деле с золотопромышленником Ухоздвиговым. Братья Елизара, Игнат Урядник, Михайло, Андрей и Феоктист слыли на деревне за богатых хозяев. Кержаки побаивались Елизара не менее господа бога. Руки, что медвежьи лапы, если подвесит горяченькую, конь не устоит на ногах. Сам старик Юсков, дед Дарьюшки, хитрющий федосеевец-рябиновец, содержал шорную мастерскую, изготовлял редкие наборные шли с малиновым звоном. Скучно в отчим доме, как будто сами стены в отленялых обоях тискают Дарьюшку в бревенчатых объятиях. Она почему-то верила, что после гимназии начнется иная жизнь, ее молодая сила и ум понадобятся обществу, и ей суждено будет совершить нечто значительное, когда не стыдно будет за прожитую жизнь. А тут дома, как сто лет назад, тот же затхлый мир, старообрядчество, те же иконы, тот же неписанный федосеевский устав, тот же дед Юсков со псалмами. Не было дома папаши тяжелого угрюмого, без молитв и любезностей, с его полюбовницей Алифтиной Карповной и с доверенным человеком, казачьим офицером Григорием Поталицыным, который служил у Юскова для весу и солидности предприятия по ограблению инородцев в Уренхайском крае. Не было в доме Дуни сестры, близнинки, которую выдали замуж за какого-то урвана. И вот встреча с Тимофеем Боровиковым. Гроза и дождь, кипень юности и молодой олень. Вспомнилась быль бабки Ефимии. Бабка Ефимия все еще верит, что Лопарев не погиб на берегах Ишима. Она его ждет денно и ночно из потустороннего мира. Он явится к ней, и она, Ефимия, обретет второе счастье, бессмертие с возлюбленным, которого будто бы зарезал ножом ее родной дядя Третьяк. Смешно думать так, а что, если блажь бабки Ефимии не блажь, а пророчество о судьбе Дарьюшки? Явился же полиц ссыльный Боровиков. Может, с ним, с Тимофеем, Дарьюшка откроет иной мир и обретет счастье. Вспомнились гимназические мечты. Перепечатывала недавнюю тетрадку свежие записи. Плакать, плакать, рыдать хочется этот большой каменный дом гимназии, где я чувствовала себя всегда чужой и непонятной. Этот угрюмый Енисей и милый, гимназию. Я взрослая. Помню утро и солнечный свет. В этот день мне было семнадцать лет. Словно хмель горячил мою кровь. Хотелось петь и кричать про любовь. Так манила безвестная даль, но порой мне было чего-то жаль. Семнадцать. Я хочу ущипнуть себя, чтоб проснуться и опять увидеть себя девочкой в гимназическом фарточке и в том коричневом платье с белыми манжетами и белым воротничком, в котором я вошла в гимназию. Но где то платье? Отчего я так упорно стану золотое кольцо. Про какое золотое кольцо мечтала? Ах, если бы можно было взять время за чуп и сказать ему «Стой, я переоденусь во взрослое платье». Но время бежит и бежит, как река быстротечная, и с этой рекой несусь вперед я, и мне придется сменить платье на ходу, не останавливая ни одной секунды. Подружки проводили меня на пристань, а тут и папаша подошел, заняли каюту первого класса. «До свидания, до свидания!» кричали подружки с берега. К пароходу вели арестантов, закованных в цепи. Некоторые арестанты, наверное, ссыльные, шли без цепей. Я слышала, как звенели кандалы по камням. Такая вдруг стала тишина. Народ раступился перед конвоем. Какая-то баба громко плакала, «Несчастненькие, дайте подать им Христа ради!» «Отстранись!» говорю. «Отстранись!» кричал на бабу солдат. Арестантов пересчитывали возле трапа. Офицер шел вдоль строя и, тыкая рукой в перчатки каждого крайнего из пары, принимал их, чтобы доставить в наш тихий Минусинск, откуда они пойдут дальше этапом на каторгу и в ссылку. Я тоже считала и опередила офицера. Сорок семь пар и один арестант в пальто и в кепе стоял отдельно. По два по трапу аж скомандовал офицер. Цепи скребут по камням и звенят-звенят. «Водайво!» отзванивает, сказал отец. Позвонили языками, помахали кулаками, а теперь час настал звенеть кандалами. Не помню, как у меня сорвалось. Папаша, как вам не стыдно? Разве декабристы не звенели цепями? А юзковы не звенели цепями по Сибири? Дедушка говорил, что мы все из кандальников, вся Россия кандальная. Я еще что-то говорил. Отец схватил меня за руку и так стиснул и крутанул, чуть из плеча не вырвал. Кругом были пассажиры, а я никого не видела, кроме его бородатого лица. Он хотел утащить меня с палубы, но я ухватилась за решетку и он бросил мою руку с угрозой. «Поговорим потом» и ушел. «Это же сам юзков, каково?» Кто-то сыто хихикнул, и я, сгорая от стыда, убежала к подружке Верочки Метелиной и долго плакала у нее в каюте. «Ах, если бы я знала, что мне делать! Сколько я перечитала книг, разных, всяких!» А ответа на вопрос, как жить, так и не вычитала. Никогда еще Енисей не казался мне таким величественным и огромным, как в эту ночь, когда я смотрела на него с палубы. Святой Николай шлепал плицами возле скал, нависших над рекою, то мимо островов, «Пусть меня закуют в кандалы», думала я, «но я не отступлюсь от своей цели. Свобода, равенство, братство!» А бурные воды плещутся, шумят за кормой. Я хотела бы стать частицей этих вод, чтобы бежать к далеким просторам, подтачивая глинистые берега, не зная усталости, быть вечно живой, вечно подвижной, как река. Утром нашел меня отец, но не стал ругаться, долго так смотрел на меня и как будто не узнавал. А потом мы пошли в салон завтракать. Я для него просто вздорная девчонка. Ну, а кто же я? В Минусинске я осталась гостить у Метелиных и у дяди Василия Кирилловича. Отец уехал по своим делам к инородцам в Оренхайский край. 17 июня. Я вся мокрая, как лягушка, и страшно счастливая. Буря, какая сильная буря, пронеслась над батюшкой Енисеем. У деревни Подсиний сорвалась якорей паром, а на пароме люди и лошади. Орут, орут! А-а-а-а! А мне так было хорошо и весело, что я подставляла лицо навстречу бури, захохотала. Паром несет вниз, ложь одержут, люди кричат, волны ворочаются, как горы, а я хохочу, хохочу. Ой, что поделалось? Барышня ума решилась, закричала какая-то баба, и все сразу отошли от меня. Смешно, сумасшедшего бояться больше, чем бури. А я люблю рев и стон бури. Пусть ее могучие силы бьют мне в лицо, брызжут водой в лицо, а я буду стоять лицом к бури, лицом к стихии и хохотать от радости. Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна, грянь над пучиной у моря, в поле, в лесу просвещи, чашу вселенского горя всю расплещи. Грянь же, грянь, вселенская буря, пронесись над вечным Енисеем, над Катаржанской Сибирью, над всей Россией матушкой, как пронеслась ты в 1905 году. И я выйду тебе навстречу, и буду петь песни о тебе, песни о свободе, равенстве и братстве. Ночью всполошились змеи небесные, будто серебряными шашками кромсают небо на куски, а Минусинск спит, дрыхнет, как старый леший, тугой на оба уха. Мещане и обыватели в непогоду крепто спят, с вечера закрывают окна на ставни, спускают в оградах цепных собак, закупориваются на засовы и пьют чай из блюдцев, ну и жители, боженька. Грозовая туча повисла над городом, из которой раз за разом били в землю белой молнии. В такую ночь обыватели читают молитвы. Я так и слышу их бормотания. Не я, Господь, я бы разразилась такой грозой, что испепелила бы всех обывателей, трясла бы и всю ночь напролет, а потом вытащила бы из бревенчатых берлок и лила бы на них, лила водопадом дождя, чтоб смыть с них вечный сон забвения, пусть бы они хоть раз в жизни проснулись. Дед Юсков холил внучку, балуя ее с ластями, таежной бывальщиной, но смотрел за нею строго. Девка зреет, ветер веет, не узришь, улетит, улетит, не поймаешь, говоривал дед Юсков. После города деревня казалась несносно скучной, вязкой, как тина. С деревенскими девушками а парни, чубатые, то черные, то белесые, как прошлогодняя солома, отпугывали звероватой грубостью. Бывало, возвращаясь в отчий дом на летние каникулы из города, Дарьюшка порхала, как ласточка над омылом или молтатом. И все пела свои звонкие девичьи песни, а тут вот смолкла, поникла, тихая, задумчивая, и глаза притуманились. Ни мать Александра Панкратьевна, ни сам дед Юсков, ни старшая сестра Клавдеюшка не ведали, что случилось с любимицей, отчего вернулась сама не в себе, ровно ее подменили в Красноярск. Дед Юсков заметил невестки, глинил адна с Дарьей-то, как закруженная ходит. Сказывал, к чему девке при наших миллионах сатанинской гимназии? Для совращения с круга. На то и вышла. Она вроде не признает нас за сродственников. К ведьме Ефимии повадилась. На дню по три раза. Чего хуже? У ведьмы глаз с приворотом, а язык с аядом змеиным чистая отрава. Че с ней поделалось, ума не приложу. Вздыхала меланхоличная Александра Панкратиевна. Говорит, скучно ей в глухомане. К людям, говорит, душа зовет. Не к людям, а к соблазнам. Заневестилась может. И то подхватил дед Юсков. Самая пора. Да где приискать миллиончика? Впрочем, наискосок через улицу от дома Юсковых каменный дом золотопромышленника у Хоздвигова. Хаша он и варначьего отродья, раздумчиво говорил Юсков, а миллионами ворочает и пятеро сынов лоб к лбу. Михаил-то Иннокентий женатый. Не про него слово. С Михаила не вышло, ни жому, ни лому, бесхарактерный. Метить надо на Иннокентия Иннокентича. Неломкий в деле, хваткий волк. Как бы все папашины прииски к рукам не прибрал. Есть еще Кирилл Иннокентич. Барахло отмахнулся Юсков. Или Андрей Иннокентич. Перебирала Александра Панкратиевна, сынов у Хоздвигова, как дохлых мух пересчитывала. Андрей-то порченный. Офицером служит в казачьем войске. Мало ли что. Башка верчина, а ноги длинные. По ветру пустит. Иннокентий Иннокентич тоже казачий сотник. Не век будет сотником, на него надо метить. Не в проигрыше будем. Да лицом тонко напатый и глазом косит. Конопатина, как лопатина. Грабанет и миллион на стол положит. Дарьюшка и не глянет на такого. Не ей, а нам глядеть. У купца Метелина в Минусинский сын есть. Ученый, сказывают. Красивый. Еще вспоминала Александра Панкратиевна. Дарьюшка, но не у них в доме гостевала. Эх ты, бестолыч, Александра, плюнул Юсков. А ли не знаешь, кто такой Василий Семенович Метелин? Из какого он роду племени? Из каторжанского корня. Папа, что Василий и кто был? Каторжный. Государь и преступник. В самом Петербурге, сказывают, во царство Николая I в заговоре путался, и восстание учинили, супротив самодержца. Истый прохвост. До манифеста сдох. И трех сынов в дело не вывел. Василий Семенович в большом деле конный завод имеет. Не унималась Александра Панкратиевна. Под пятки глядеть надо, а не коням под хвост. По Ефиме-то он нам вроде не чужой, но ее дочери Глафири женат. И Дарьюшка чтит их, прислон к ним держит. Да ты в умели, Александра, осерчал Юсков. Эка и ты сонная и непотребная. К погибели девку толкаешь и сама не ведаешь. Через ведьму Ефимию, да еще через дом Метелиных с Юсковыми красноярскими, Дарья от рук уходит. Зри, хвостом махнет и позорище выйдет на всю губернию. Погоди вот, подъедет сам Елизар из Уренхая, найдем жениха. Дай-то Бог, вздохнула Александра Панкратиевна. Весь этот разговор о женихах невзначай подслушала Дарьюшка из своей девичьей горницы Светелки. Хомут на шею ищут, подумала она, вспомнив слова Тимофея. Есть ли святость в церковном браке, когда венцом покрывают не любовь, а купеческую сделку, когда птицу вяжут с волком? Но что она может, Дарьюшка Юскова, если у нее нет даже вида на жительство, если она посмеет бежать из отцовского дома, ее сыщет полиция и вернет домой под родительский надзор? Есть одна дорога — тюрьма. По уголовному или политическому делу только бы тюрьма. Отбыв срок, она может получить соответствующий вид на жительство. Но есть еще один путь — выйти замуж за политического. Тогда наверняка отступится жестокий папаша Елизар Елизарыч. Я должна, должна что-то сделать, зрело решение у Дарьюшки. Что знала Дарьюшка до гимназии? Тихую, работящую деревню в медвежьем углу на золотом тракте, сонную отдых отчего дома. Сама успела уверовать в дурной глаз, в пустые ведра, в черного кота, в сновиденья и во все те нелепости, чем была переполнена белая елань с ее двумя сторонами, кержачей, староверской и православной поселенческой. А сердце билось горячее, зовущее к беспокойной жизни, а не к тихому купеческому омуту. Если так жить дальше, скука впереди, — вспомнила слова Тимофея. И в самом деле скука впереди. Что ей уготовано отцом и матерью? Бокатая, приданая. Мать сулила ей свои девичьи платья и накидки, отец — паровую мельницу на ербе, а дед Юсков — сбрую с малиновым перезвоном, словно Дарьюшку, и в замужестве будут гонять в упряжки. Так и помрет, ничего не изведав, ни сладкого, ни горького, ни воды, ни пламени. Будет пить чай из блюдца, ложиться в пуховую постель засветло и рожать детей. И опять вспомнила, — мужественными и смелыми не рождаются, — уверял Тимофей. Один ползет тараканом, такому мужеству ни к чему, другой парит соколом, а разве без смелости и мужества сокол кинется на волка? Никто из Юсковых не знал и не догадывался, что за минувшие три дня Дарьюшка трижды встречалась с Тимофеем Боровиковым в доме бабки Ефимии. А что сказал бы дед Юсков, если бы ему довелось подслушать разговор внучки с Тимофеем? Вернется Дарьюшка от бабки Ефимии, а потом долго-долго ходит по девичьей светелке и все теребит красную ленту, вплетенную в черную косу. Станет на молитву перед иконами, молится будто и прилежно, а в глазах паутинка незрячая, видит и не видит лики святых. Молись, молись, ненаглядунья, увечевывает мать. В боге пристанище от душевной смуты. А Дарьюшка будто слышит Тимофея, «Я не верю в сказки про Бога, разве Бог сотворил богатых и бедных? Если все это сотворил Бог, тогда надо поднять пудовый молот, чтобы разбить такого Бога за совершенную несправедливость». «Жил ведь Иисус Христос?» – как-то спросила Дарьюшка. «В разных верованиях разные Иисусы», – говорил Тимофей. «У старообрядцев Иисус, у православных Иисус, а оба вместе сказка про белого бычка. Придумали люди сказки, чтобы самих себя обмануть. Но разве человек живет для того, чтобы как рыба биться в неводе темноты? Не лоб крестить надо, а людей готовить для новой жизни, сердца зажигать. Кузница не для того, чтобы на нее молились, а чтобы ковать железо для пользы человека». Ночью в окно глядела круглая луна, и Дарьюшка загадала. «Если завтра увидит луну в тучах, значит, вся ее жизнь будет темной и стылой, если луна проплывет по голубой скатерке». Дарьюшку ждет любовь, радость и перемена в жизни. Когда на другой день она собралась к бабке Ефимии, Юсков предостерег. «Ты бы не ходила. Ведьма давно выжила из ума, несет всякую непотребность про дом наш, ждет какого-то Пугачева, да говорит про всякую ересь». «Зачем вы так, дедушка? Бабушка никому зла не делает. Все бы так жили, как она. Нельзя так жить, Дарьюшка. Ни середка, ни окраина, межеумок какой-то. Она вот по поселенцам ходит, лечит, якшается с ними, а того не ведает, что не лечить их надо, а с земли гнать. Потому у голодранцев рот широкий, а глаза заведущие, им, дай волю, живьем слопают». Дарьюшка не стала спорить, но к Ефимии пошла. Бабушка не здоровилась, и она лежала в постели, седенькая, похожая на мумию. Поверх одеяла желтела рука с набухшими венами. Дарьюшка присела на кровать, и ей почему-то стало страшно. Неужели когда-нибудь и у нее будет такая же костлявая желтая рука? Вот так же загнется нос, потянутся губы, и она станет дряхлой, беспомощной старушонкой. Далеко еще Дарьюшке до годов бабки Ефимии. Через сто девять гор перевалило. На сто десятую подымаюсь, говорила бабка Ефимия. Не все горы, какие видывала, остались в памяти. Куда все ушло? День живешь, сколько передумаешь. Минуют годы, и нету дня. В тар-тарары провалился. В одной любови пристанища Дарьюшка. Без любови нету радости. Любовь, как птица поднебесная, над головой летает, а не всем в руки дается. Коль схватишь в руки, не отпускай, твоя будет. Потом бабушка попросила подать ей Библию, и, открыв песнь песней, читала о любви Суламив. Да лапзает он меня, лапзань ему своих, ибо ласки твои лучше вина. И чудилось Дарьюшке, как она обнимает и целует Тимофея в березовой рощи, а над ними в синеве кружатся-кружатся горки. Он вечером придет, и я его встречу на крыльце, и мы пойдем с ним рощую в пойму Молтата. Вечерело, натужно покраснев, катилось в зарощу солнышко. Трещали кузнечики, жалили, как крапивой комары. Белая елань, пригретая лебяжей гривой и татар горою, истекала в струистом фиолетовом мареве. Дарьюшка долго стояла на крыльце, поджидая Тимофея. Потом сошла на тропинку, перешла через мостик и увидела, как шел Тимофей с гибким прутиком в руке. Вот и заря, зареница, раздался его голос, и сердце Дарьюшки приятно заныло. Дома бабушка. Дарьюшка сказала, что бабушка за ним могла, и только что уснула. Тогда пойдем в пойму, там сейчас никого нет. Дарьюшка оглянулась, кругом ни души. Тимофей взял ее за руку, и она пошла за ним притихшая, трепетная, покорная, словно ее вела судьба. Боже, если кто увидит, шептала Дарьюшка, оглядываясь, когда перешли трактовую дорогу. Куда же мы, Тима, идем, идем. Все равно я унесу тебя из тайги, правду говорю. — Весь день думал только о тебе, как бы нам убежать из медвежьего угла, — бормотал Тимофей, крепко сжимая в своей руке теплую ладонь Дарьюшки. — Что я делаю, Тима, что я делаю? Не дай бог, если кто увидит из наших. Замирала Дарьюшка от любви и от страха. Она не помнит, как оказалась на руках Тимофея, а помнилась от жарких, обжигающих губ. Он нес ее по зарослям чернолесья и целовал в припухлый рот, в горбинку носа, в белую шею. — Ты моя белая птица, Дарьюшка, никто не вырвет тебя из моих рук. Не отдам. Пол света разнесу молотом, а не отдам. Моя, моя, моя. И опять жгло щеки, горело тело, и сердце расплавилось, как олова, в горне кузнице. У Дарьюшки будто отшибла память. Забыла обо всем на свете, ни слов, ни укора. Она сама хотела любви. — Тимофея, милый, я буду всегда с тобой, везде-везде, хоть в ссылке, хоть в тюрьме, только бы с тобой, каждый час, каждую минуту. Ты любишь меня, знаешь, я загадала возле ключа в рощи. Если ты будешь идти навстречу, значит, судьба моя. Только так подумала, и ты идешь. Мне стало страшно, и хорошо-хорошо. Я весь день про тебя думал, а ты, и я тоже. — Тимофея, милый, какой ты сильный, куда ты меня несешь? Камылу не утопишь? — Утоплю, если не будешь моей женой. — Буду, буду, Тимо. — Дарьюшка, другой судьбы не хочу, Тимо, слышишь? Не хочу. Ты будешь любить меня всегда, правда? Всегда-всегда, вечно. И я, и я. А не разлюбишь потом? Я ведь только кузнец, Дарьюшка. Ни богатства, ни денег, ничего не обещаю. Что сумею заработать, то твое. И я буду работать, Тимо, хоть учительницей в деревне. Можно ведь, правда? Конечно, можно. Если тебя возьмут на войну, что тогда? Боже мой, мне страшно подумать. За царя и жандармов воевать не пойду. Нет. Моя винтовка стрелять будет в них, а не за них. Они это прекрасно понимают. Жду письма из города. Когда шел по этапу, я разговаривал с одним товарищем. Он обещал писать. Вот жду. Бежать в город просто так нельзя, еще натянут серую шинель. Письмо не перехватят? Если перехватят, ничего не поймут. Наши письма не всякие прочитает. Только бы скорее, милый, скорее бы. И ты уйдешь со мной? Ах, боже мой, неужели останусь? Да, Арьюшка? И он целовал ее влажно-блестящие черные глаза под сугревом таких же черных ресниц. Ей было приятно и щекотно, когда он трогал ладонями ее тугие и нецелованные груди. Жена моя, жена, твердил он, жарко дышая ей в лицо, счастливой и возбужденной. Над ними склонились ветки черемух, увитые спиралями хмеля. Хмелевые бутоны висли на сучьях, как шелковые шарики. Густая трава в цветении черемушник и красные закатные лучи солнца. Комары велись над ними, жужжали шмели, стрекотали кузнечики, а кругом такой плотный пряный аромат, что Дарьюшка опьянела. Она почувствовала, как по телу от горящих пунцовых щек и до икр ног разлился крапивный холод, становилась боязной, и вместе с тем она чего-то ждала. Тима, милый, родной мой, страшно мне, Дашенька, пожалей меня, прогони. Закатилось солнце и потянуло освежающим ветерком самыло. Дарьюшка лежала на траве, сосредоточенная, упорно и настойчиво разглядывая, как полыхала огненными космами, рыжая борода неба, кроваво-красными полосами, вспыхивая возле горизонта. «Я женщина, его жена», — думала Дарьюшка, насыщаясь новым загадочным чувством, — «что будет, боже мой, убьет отец, если узнает, а все равно». Дарьюшка шла домой с чувством тихой подавленности, захороненной в сердце виноватости. Над белой еланью сгасли сумеречные краски, и отечно посинело небо. Мать встретила Дарьюшку в синях. «Осподи, полуношница, заявилась, где была та? Парнишку посылала к бабке Ефимии, тебя там не было». Купалась в омыле. На ночь глядя, с ума сошла, встревожилась мать, рослая, полная, сонно под пухшими глазами. То ей тесно в доме, то гонит ее кто-то на омыл. Место себе не сыщешь. Квасом пропахшие сени опеленали сонным холодком. Хотелось пить, пить, чтоб залить огонь и стыд, разлитый по телу. «Пьешь ты, как, Господи!» — стояла за спиной мать. «И все-то тебе не по нраву в родительском доме». «Не в дуню ли удалась? Та росла, брони Бог, до чего отчаянная, и бил ее отец грешным делом, а ей все не имет сошалы». «За что бил-то?» «За жадность ее. Всех парней готова была перевертеть окаянное. Двойняшки вы у меня, а до чего разные не приведи, Господь Бог. Ту пришлось выдать замуж, и вот жалуется теперь. Уйду, — говорит, — от своего Кондратия. Не мужик, — говорит, — а сухая ступа. В кого уродилась, ума не приложу. Заявилась вечер с прииска. Останусь дома, — говорит, — погоди же. Приедет отец, он ее проучит лихорадку». Мать прикоснулась к платью дочери. Платье-то чего, макрехонька? Жарищ такая, духота. Чудеешь. В Горенке встретила Дуню, такая же черноглазая, статная, успевшая нарядиться в Дарьюшкино городское платье, и фельдикосовые чулки. Она похаживала из угла в угол. «Сестренка!» Чертушечка. Кинулась Дуня на шею Дарьюшки. «Знаешь, Чертушечка, убежала я от Кондратия. Взялся еще учить меня уволень, мало ему лобастому диакону Мавоприданова. Почему диакону? Истый диакон. Муж Дуни Юсковой, Кондратий Урванов, заведовал горными работами на благодатном прииске золотопромышленника у Хоздвигова. Говорили, будто у Кондратия Урвана золото припрятано больше, чем у самого Хоздвигова. На золото Урвана позарился Елизар Елизарыч, выдав за него замуж свою непутевую доченьку, когда ей еще не исполнилось шестнадцать. «Не вернусь ни за что, не вернусь к Урвану», — утвердила своенравная Дуня. расхаживая по горенке. Ее черная тень металась по обоим на стенах. На божнице теплились восковые свечи и дымилась лампадка с деревянным маслом. Тихо, постыло, отчужденно от младших сестер сидела с рукоделием старшая Клавдея, горбатенькая, кроткая, набожная. Она любила Дарьюшку и боялась Дуни, потому и молчала. «Дай хоть наглядеться на тебя, чертушечка, чай три года не виделись». Городчанка, я и так думала, не бывать тебе в нашей деревне, не приедешь. А вот приехала, тараторила Дуня. «Подари платье, а? Ты ведь не жадная. Возьми». «Как будто своих у тебя нет нарядов», — подала голос Клавдея. «Сиди, сиди, Клавдеюшка, а то опять поругаемся». Из-за чего поругались? Не понравилось ей, что я не крещусь прилежно. «Какое крестишься?» «Отмахиваешься, и все. Гляди, накажет Бог». «Хватит ему наказывать меня», — махнула рукой Дуня. И так наказал, сунул замуж за Урвана. «Ах, Даша, Даша, чертяточка, если б ты знала, что за житье с постылым, господи, за что не взлюбил меня тятя?» До первых петухов Дуня не дала спать Даше, ворочалась на постели, то есть жарко, то воняет ладаном, а потом постелила себе на пол и вдруг расплакалась. «Горемычная моя головушка», — причитала Дуня, — «выдали меня замуж, а на поруганье за постылого и немилого. Годов еще прибавили, а вот я сама заявлюсь к архиерею, да скажу, что мне еще не исполнилось восемнадцать, и что я два года, как мучаюсь замужем, расторгнет такой брак архиерей, вот увидите, назло всем сделаю, — грозилась Дуня. «А что мне? Чем я виновата, скажете? Одну дочь холят, да учат в городе, а меня ни за что ни про что вытолкали из дому?» Даша не спалась, за окном шумела черемуха и старые ельфы-лесадники, кучились облака, и не видно было просвета в тучах. Даша встала на колени перед горящей лампадкой, тусклый лик Богородицы с младенцем глядел из глубины угла. Даша прилежно молилась, земно кланяясь. «Прости меня, мать, причистая Богородица, грешница я, великая грешница», — шептала Даша собственную молитву. «Не от слабости и от корысти согрешила я, от тоски кручинушки, от которой свет немил. Не могу, не могу я жить так, мать Пресвятая и Дева непорочная. Спаси и сохрани меня, Матерь Божья. Люблю его». Дуня притворилась, будто спит, а сама, глядя сквозь приспущенные веки на Дарюшку, слушая ее молитву перед иконой Богородицы, не сдержалась и прыснула. «Ой, уморила, чертушечка!» Дарюшка испуганно оглянулась. «Ты... что ты, Дуня?» «Уморила ты меня своей дурацкой молитвой». Покачивается Дуня. «Кому молишься-то? Богородицей? Ой, чертушечка! А Богородица эта, от кого Иисуса родила? Ха-ха-ха! От Святого Духа, который по ночам лазил к ней в постель через окно, когда ее муж Иосиф дрых со своими овцами? Ха-ха-ха! А еще гимназию кончила. Не в Богородицу надо верить, а самой себе в свою хитрость и в силу. Вот что!» Клавдейушка тоже не спала. «Ах ты, бессовестная!» вскочила на постели. «Про Богородицу такие слова говоришь. Я вот сейчас скажу маменьке». Дуня винтом слетела с постели. Дах Клавдейушки! Схватила сестру за горло. Да об стену головой приговаривая. «Гадина, гадина, гадина!» «Наушница!» «Папенькина!» «Это ты, горбунья!» Да полюбовница папаши измывались надо мной день и ночь. «Чтоб тебе сдохнуть, гадина!» Дарьюшка подбежала разнять сестер. «С ума сошли, с ума сошли!» «Маменьку подымите! Как тебе не стыдно, Дуня?» «Стыдно?» Вяжет свое Дуня. «Пусть вот эта гадина сгорит от стыда!» «Меня предала папеньке!» «Я бы за кузнеца вышла замуж!» «А она гадина продала!» «Удавлю!» «Все равно удавлю!» «Уходи сейчас же!» «Брысь, горбатая змеища!» «Если пикнешь, маменьке, зарежу!» «Вот тебе крест зарежу!» Клавдейушка, плача и сморкаясь, растрепанная наступая на свою длинную ночную рубаху, спотыкаясь, убралась из горинки. «Стыдно!» «Стыдно!» «Дуня!» «На Клавдейушку руку поднимать!» «Рука отсохнет!» «Она господняя овечка!» «Ха-ха-ха!» Покачивается Дуня. «Не господняя, а чертова кочерга!» «Ну за что ты ее так?» «За что?» «Через эту горбунью меня пропили заурвана!» «Через нее и через полюбовницу папаши!» «Ууу!» «Ненавижу их всех!» «Огнем бы сжечь в этом окаянном доме!» «Боже мой!» Попятилась Дарьюшка. «Тебе-то что? Ты не изведала папашиных пудовых кулаков? Не дай бог, если изведаешь!» «Тогда вспомянешь меня!» «Хоть бы мне умереть от такой окаянной жизни!» «Бежать бы, а куда?» «Нет у меня ни паспорта, ни денег, ни дела в руках!» «Если бы хоть выучиться на фельдшерицу или на учительницу!» «Так нет же!» «Век меня стращали и век меня унижали!» «По милости, папеньки!» «За что?» «За что такое наказание?» «Помнишь, как на меня налетел рыжий конь?» «Совсем была маленькая!» «А как сейчас вижу коня рыжего!» «Страшный, страшный конь!» «Как что меня пугали конем рыжим?» Дарюшка помнит про коня рыжего, маменька сказывала. «Да ты ведь не знаешь, как я полюбила кузнеца мамонта!» «Ох, как я хотела бежать с ним из этой проклятой глухомани!» «Какого кузнеца?» Дрогнула Дарюшка. «В кузнице у Трифона робит, такой высоченный, как колокольня!» «Знаешь, как все было?» «Скажу тебе, если бы не горбунья!» «Это ведь она, тихая Клавдеюшка, наушничала папашей, когда Дуня, провалив экзамены, в Каратузскую гимназию вернулась в отчий дом, и тут встретила у деда в мастерской ссыльного поселенца мамонта Головню. Бравый чубатый кузнец пленил сердце Дуни, и она, будучи неробкой, липла к нему своими черными жадными глазами. Просила, чтобы он научил ее слесарить, паять и приваривать, ковать раскаленное железо. Глазела, как мамонт работал в кузнице Трифона. «Ах, ах, бил кувалдой молотобоец!» И Дуня потом шепталась с Клавдеюшкой, доверяя ей сокровенные тайны. А Клавдеюшка взяла, да и выдала папаши, а тот скорый на крутые решения выгнал Головню из мастерской. Тогда Дуня тайком наведывалась в кузницу, где потом работал ее возлюбленный. «Бывало, мамонт возьмет молот, пудови, глади».